20 марта 2017 года умер самый старый из богатейших людей планеты Дэвид Рокфеллер, автор теории золотого миллиарда, человек, спонсировавший секретные медико-генетические исследования сродни тем, что практиковались в Третьем Рейхе, культивирование высшей расы и плановое уничтожение всех генетически неполноценных. Он никогда не жалел денег для того, чтобы приблизиться к вечности и стать бессмертным. Миллионы и миллиарды долларов были потрачены на различные трансплантации органов. Было заменено 7 сердец. Как ни странно, но до сих пор в СМИ не появилось ни одной реальной фотографии с похорон миллиардера. Может быть, он бессмертен? Об этом говорили уже давно. Но каково это быть бессмертным среди смертных? Вероятно, поэтому и была запущена утка о его кончине. Утверждается, что Дэвид Рокфеллер был захоронен на Арлингтонском кладбище, где на 40-й линии находится фамильный склеп Рокфеллеров. Однако есть серьезное основание полагать, что на самом деле Рокфеллер жив, а вместо него похоронен знаменитый фокусник Дэвид Копперфильд. Национальное детективное агентство Пинкертона обнародовало выдержки из перехваченной электронной переписки миллиардера и иллюзиониста, в которых говорится о задумке грандиозного зрелища воскрешения Рокфеллера. «Равного которому не видел мир и которое никогда никем не будет превзойдено», заявил Копперфильд 11 декабря 2016 года. Более того, обратите внимание на дату якобы смерти Рокфеллера. Это 20 марта 2017 года, день весеннего равноденствия. То есть условная ритуальная смерть произошла во время самого крупного солярного праздника, который символизирует вечное возрождение и бессмертие. Значит, должно было произойти магическое воскрешение Дэвида Рокфеллера. Но что было на самом деле? Душа человека весит 21 грамм. Это экспериментально установил американский врач Дункан МакДугал. Результаты его исследований были опубликованы в авторитетном журнале «Американская медицина» в апреле 1907 года. С тех пор прошло более века. Но люди до сих пор ищут ответ на вопрос. Что же такое смерть и куда именно улетает душа? Что ожидает нас по ту сторону жизни? И существует ли реинкарнация? Я, Анна Чапман, открой эти тайны. Сегодня в программе. Жизнь любой ценой. Или что скрывается за трансплантологией? Пересадка органов пока она существует. Естественно, существует черный рынок. Жизнь после смерти. Как измерить наши души? Есть такие явления, которые обычными приборами невозможно измерить и показать, скажем, вот этот дух умершего. Все болезни в голове. Или почему мы болеем и умираем? Чтобы остановить разрушение своего тела, надо не тело спасать, а ментальное тело наполнять правильными мыслеформами. Жизни, прошлое и будущее. Может ли прораб в будущем родиться Баобабом? Реинкарнационные циклы идут у животных свои, у растений свои, у людей свои. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все научные исследования, которые финансировал Дэвид Рокфеллер, были направлены только на одну цель – продлить свою собственную жизнь до 250-300 лет. Миллиарды тратились также на изучение посмертного опыта. Заглянуть за грань физической жизни – основная цель всех исследований. Разгадать тайну реинкарнации. Можно ли управлять своими будущими рождениями? Куда деть нажитое богатство? Ведь в тонком мире деньги не нужны. Основная цель – всех исследований. Физик Виктор Рогожкин много лет возглавляет научно-исследовательский центр, изучающий явления, которые официальная наука пока не может объяснить. В том числе и процессы реинкарнации. Сотрудники этого центра всерьез полагают, что переселение душ – такой же объективный природный процесс, как и смена времен года. И реинкармировать можно в любую точку Вселенной, вне времени и пространства. К нам обращаются люди всех сфер жизнедеятельности и все слои общества. И именно на так называемых сильных миров село мы столкнулись с тем, что у них следующее воплощение будет где-нибудь в средневековье, когда не было телевидения и были костры инквизиции и плахи с топорами. То есть за то, что тебя сегодня здесь вкусно кормят, придется обязательно расплатиться. Если реинкарнация – реально существующий факт, то каким законам она подчиняется? И что ждет нас за гранью жизни? Помимо нашего плотного тела, мы еще можем существовать в тонких телах. Вот, ну вот. И то, что мы называем дежавю, мы действительно это уже были. Проходили, видели, общались, получили опыт, но на тонком плане. А потом по каким-то причинам решили то же самое повторить здесь. Здесь дается возможность изменить нечто вот в этой ситуации. Мы с миром познаем. Помните пословицу «Век живи, век учись»? Вот там есть продолжение. Она идет дальше. «Век живи, век учись жить». Вот это к тому и относится. Самая главная тайна, которая волновала людей во все времена, это ответ на вопрос, что такое смерть. Понять, что такое смерть, можно только побывав в этом состоянии, то есть умерев. Тогда вы поймете, что такое смерть. Не умерев, вы это никогда не поймете. Даже если вы будете в состоянии клинической смерти, это вам не поможет понять, что такое смерть. Медицина постоянно пытается определить четкие критерии наступления этого состояния. И по сей день существует несколько видов смерти. Клиническая, когда человека еще можно реанимировать. Биологическая, ее признаки по мере развития медицины, как науки, постоянно уточняются. И окончательно, когда сомнений в наступлении смерти нет. Смерть – это то состояние, при котором останавливаются все процессы. Когда происходит остановка сердца, соответственно, прекращается доставка кислорода во все органы и ткани, в первую очередь в головной мозг. Ну и, собственно, прекращается воздухообмен в легких. И уже, поскольку кислород не поступает в ткани, происходит процесс отмирания ткани во всех абсолютно органах. Гибнет крак головного мозга, и дальше уже начинается процесс распада. Дэвид Рокфеллер, тративший миллиарды на изучение смерти и продление жизни, умер во сне. По крайней мере, так сообщил его пресс-секретарь. Однако из закрытых источников стало известно, что тело богатейшего человека планеты долго исследовали, прежде чем объявить, что он умер. Ошибки допустить было нельзя. Много историй есть, когда покойники в Покойницкой вдруг воскрешались, есть истории, когда там привезли 18-летнюю женщину в Америке, там в одной из клиник, поместили в морг, вот. Уже доктор зафиксировал ее смерть, а она по дороге очнулась и сказала, куда вы меня везете? Что это было? Врачебная ошибка или чудесное воскрешение? Это вопрос только, я думаю, чистой биологии. Если человек реально умер, конечно, воскресить его нельзя. Но если это был случай аномбиоза или клинической смерти, или ложно поставленный диагноз, когда человек все-таки продолжал жить. Со смертью Рокфеллера связано много странных совпадений. Одно из них – событие, произошедшее за две с половиной недели до его кончины. Газета Daily Mail опубликовала результаты сенсационного открытия ученых из Канадского университета в Западном Онтарио. Исследуя умирающих больных, они пришли к выводу, что официальные медицинские определения наступления смерти, которыми пользуются сейчас врачи во всем мире, ошибочны и требуют срочного пересмотра. Что считать вообще критериями наступления смерти, как и много десятилетий, столетий назад, как и сейчас, мы можем говорить только о тех или иных гипотезах и представлениях. И часто те представления, которые мы принимаем как за официально действующую гипотезу и как за руководство к действию, оно исходит из конъюнктурных интересов, как властей, правящих доминантных религий того мира и правящих сил в экономике. Критерии смерти, которые сейчас мы используем и которые внесены в законодательные базы всех стран, разрабатывались годами и финансировались именно кланом Рокфеллеров. Известно, что покойный Дэвид Рокфеллер был апологетом трансплантологии. Сопоставив факты, нетрудно сделать вывод о том, что позиции, по которым сейчас определяют, жив пациент или уже умер, были разработаны специально для того, чтобы из еще живого тела можно было изъять пригодные для трансплантации органы. Наука независимой не бывает. Науке кто-то должен ставить цели, науке кто-то должен платить деньги. Естественно, оплачивать науку ради самой науки, особенно в современном мире, который можно назвать рыночным миром, большого рынка, никто не будет. Таким образом мы говорим, что те выводы о наступлении смерти человека, что считать живым, что мертвым, когда можно изымать органы, когда нельзя изымать органы у человека, естественно, они будут диктоваться прежде всего теми, кто за это все платит. Человек, благодаря которому трансплантология стала ключевым направлением науки продления жизни, не мог допустить, чтобы ее плодами пользовались простые смертные. Эта отрасль медицины была создана исключительно для людей высшей касты. Для избранных остальным была уготована трагичная роль доноров. Здесь надо помнить, что человек, которому один раз пересадили орган, ему каждый год, даже меньше, чем год, там 7-8 месяцев в среднем, надо по новой пересаживать этот орган. А учитывая, что пациентами трансплантологов стали многие сильные мира сего, многие руководители государств, вообще те, которые входят в элиту, их жены, то сейчас трансплантология начала свое шествие по планете. Сейчас будут потрошить людей миллионами на органы. Как будет развиваться трансплантология дальше, после ухода Дэвида Рокфеллера, пока сказать трудно. Но уже сейчас исследователи начинают постепенно менять приоритеты. На первый план выходит изучение послесмертных состояний. Лишь разгадав тайну смерти, мы сможем познать все таинства жизни. Все больше и больше наука уходит в изучение тонкого, неизведанного, находящегося за гранью даже понимания и суждения. Никогда еще так актуальны тайны и разгадки тайн смерти не были для современной науки. Смотрите далее. Восток. Дело тонкое. Почему верование в бесчисленное переселение душ привело Европу на грань катастрофы? Представление европейцев о представлениях буддистов является ошибочным. По той простой причине, что оно легло на анимейские представления самих европейцев. Ад и рай существуют. Куда попадает душа после смерти? Когда говорят вот эти сказки про ад и рай, я смотрю на этих людей и говорю, ну, вы хотя бы Библию откройте и почитайте. Там же совершенно другая информация. Абсолютно. Почему нас убеждают, что реинкарнации нет? Кому выгодна теория одноразовой жизни? Очень удобно для тех людей, которые пытаются управлять всем этим обществом. Одноразовая жизнь, она навязана. Самые древние источники, дошедшие до нас со времен еще про цивилизации, содержат информацию об особых ритуалах, которыми сопровождались прощания с умершими. Удивительно, но с тех пор посмертные ритуалы особо не изменились. Как и в древности, так и сейчас, все народы, населяющие планету, знают о трех сакральных числах – 3, 9 и 40. Это дни, прошедшие со времени наступления смерти. Третий день душа прощается с телом. Этого достаточно для того, чтобы душа собрала весь свой багаж и поняла, что она сделала правильно и что она сделала не очень правильно. До 9 дней душа ходит по всем знакомым, по родственникам. В этот период могут происходить самые невероятные встречи. Умер мой тесть. И в период, когда он умер, он явился ко мне в сумерках. Образ четкий. Сообщил, что он умер. Зачем при этом он протянул руку. И я увидел силуэт такой галлюцинаторный. Был очень поражен. Но я выслушал. Он сказал, я умер, давай выпьем попоследнее. И рюмочку мне протянул. Галлюцинаторную, конечно. Я, конечно, был в недоумении. Был очень удивлен. Но факт остается фактом. Я включил свет, и этот образ исчез. И сразу же после включенного света звонок и сообщение реальное, что ваш тесть умер. Я говорю, я знаю, он ко мне приходил попрощаться. Вот такой факт. Считается, что пока душа умершего человека еще находится на земле среди нас, лучше не трогать его вещи. Ничего не переставлять, не менять. И тем более не выбрасывать. В 40-й день душа перемещается в другое пространство, которое никак не связано с нашим миром. Она находится в том измерении, которое нам уже недоступно. Этому есть и научное подтверждение. Ученые зафиксировали, что спустя 40 дней после смерти ДНК человека перестает вырабатывать эталонную вибрацию, то есть теряет свое индивидуальное электромагнитное поле. По существующим ныне правилам, тело умершего хоронят или кремируют на третьи сутки после смерти. Наши предки-славяне выжидали 9 дней. Считалось, что душа может вернуться обратно, если тело не повреждено. До 9 дней тело может жить нормальной, полноценной жизнью. То есть даже без души оно может пытаться воспроизводить какие-то обещания, точнее пытаться исполнить какие-то обещания, которые обещала эта душа. Если тело настолько сильно впитало в себя энергию вот этих непроизведенных дел, то оно может неосознанно, для нас это чудо великое, оно может вернуть душу обратно. И именно в этот момент, если тело и душа готовы опять воссоединиться, происходит воскресение. Эта теория вполне логично объясняет чудесные воскрешения, информация о которых периодически появляется в прессе. Ноябрь 2011-го. Томск. 61-летняя Людмила Стеблицкая. Врачи областной больницы констатировали смерть. Воскресла из мертвых, проведя в морге три дня. Январь 2013-го года. Белгород. Татьяна Белоус умерла во время операции по саркоме мозга. Очнулась спустя 72 часа в морге с биркой на ноге. 31 декабря 2015-го года. Хасанский район Приморского края. Житель поселка Славянка, имя не указано. Признанный врачами мертвым, воскрес в морге. Об этом сообщило авторитетное информационное агентство. Вплоть до середины 20-го века в русских деревнях существовал обычай. За несколько дней до смерти старик сообщал об этом детям. В течение этих дней он прощался со всеми родственниками. Просил прощения, отдавал долги, исповедовался. В день смерти надевал чистое, смертное. Ложился на лавке головой к образам и ногами к двери. И мирно испускал дух. Такой уход был обусловлен правильным отношением к смерти, которое передавалось из поколения в поколение. Смерть в русском языке, она обозначает смерой вышедшей. Смерой. Набрал определенную меру и вышел. Человек — это и есть развитие. То есть, потому что все энергоинформационные процессы, которые он делает, у него остаются как копия в его ментальном теле. И это тело растет. Ну и человек, когда он исчерпал всю информационную структуру этого воплощения, как и мы в пятом классе учились, надо в шестое идти. Не сидим же мы там потом. Мы переходим смело, с радостью, идем в следующий класс. Так и здесь мы тоже смерть должны встречать с радостью. И выходить из здорового, крепкого тела, с настоящим нормальным умом. Так что же происходит с душой человека во время и после смерти? Куда она отправляется? И возможно ли предположить, что души умерших вселяются в новые тела и продолжают жить? Тибетская книга мертвых Бардо Тодол гласит, что тело человека есть сосуд, который временно вмещает в себя душу. Оно подлежит уничтожению, когда душа более в нем не нуждается. Это необходимо, чтобы она могла вселиться в новый сосуд, обрести новое тело. Так совершается так называемое «колесо сансары». 70-е годы прошлого века ознаменованы настоящим прорывом в вопросе реинкарнации. Сначала мир шокировала сенсационная история из западного Берлина. 12-летняя Елена Маркат, выйдя из комы после тяжелой травмы, вдруг заговорила на безупречном итальянском языке. Девочка утверждала, что ее зовут Розетта Кастильяни и что родилась она в 1887 году. Она даже назвала адрес в Италии, где до сих пор живет ее родная дочь. В погоне за сенсацией некая телекомпания оплатила семье Елены поездку в небольшой итальянский городок. В пожилой женщине, которая открыла дверь, девочка узнала свою дочь Франсу, а та подтвердила, что ее мать Розетта скончалась в 1917 году. В 70-е годы выходит книга Раймонда Моуди «Жизнь после жизни». Она основана на реальных рассказах пациентов, которые пережили клиническую смерть. Впервые описываются мерцающие коридоры, которые видит умирающий, шумы, которые он слышит. Также описывалось такое явление, когда человек видит себя со стороны. Эта книга сразу стала бестселлером. Ее оспаривали и доказывали множество раз. И по сей день споры не утихают. Вслед за книгой Моуди во всех сферах жизни начинается настоящий бум, связанный с реинкарнацией. Владимир Высоцкий написал свою песенку о переселении душ. Фантасты муссируют тему в рассказах. Поэты пишут стихи. Народ сочиняет про реинкарнацию анекдоты. Но вскоре реальный случай заставил всех поверить, что каждый из нас живет на этой планете уже не в первый раз. В 1993 году в семье американцев, проживающих в Париже, родился недоношенный ребенок с врожденным пороком сердца. Когда малышу исполнилось полгода, его прооперировали. Вблизи аорты хирург обнаружил металлический предмет, который отдали на экспертизу. Было установлено, что эта пуля выпущена из Мушкета 18 века. Проводивший операцию французский хирург Андре Майо рассказал об этом удивительном случае, выступая на международной конференции в Брюсселе. После доклада в научном мире произошел настоящий раскол. Часть врачей заняла жесткую материалистическую позицию, отрицая любую возможность жизни после смерти. Другая часть занялась изучением подсознания. Одним из тех, кто продвигал закрытую науку в СССР, был инженер Владимир Сафонов. Это первый яркий экстрасенс еще в Советском Союзе, который помогал многим людям и помогал, кстати говоря, нашим правителям. В некоторых вопросах, касающихся будущего, касающихся, прежде всего, серьезных таких проявлений в жизни в мире, какие-то там катаклизмы, катастрофы, войны, он предсказывал. И потом это все действительно подтверждалось. Это говорит о том, что существует действительно всемирное информационное энергетическое поле Земли. На Западе невидимый мир начинает успешно исследовать глава британского гипнотерапевтического общества доктор Блоксхэм. Он вводит пациентов в регрессивный гипноз и просит их рассказывать о предыдущей жизни. Все признания, а их более 400, врач записывает на магнитофон. Пациенты не просто вспоминали эпизоды из прежних воплощений, а снова переживали те события. При этом они становились совершенно другими людьми. По прошлой жизни можно понять все абсолютно, что происходит с человеком, что будет происходить, какие ситуации будут происходить, каких ситуаций можно избежать, какие отношения были с какими бы то ни было людьми, пространствами, странами, путешествиями, даже предметами. Когда у нас есть такая более полная картинка, мы никогда не говорим за что, мы всегда знаем, почему это происходит. И достаточно легко переходим вот эту грань, и можем очень много легко решить задач. Как происходит сеанс регрессии? Врач вводит пациента в транс, гипнотическое состояние, в котором у человека раскрепощается его генетическая память. Происходит подключение к тому самому общему информационному полю. Практики регресса довольно часто используют гипнотерапевты, и результаты порой шокируют. Очень интересный был эксперимент в гипнозе, когда удалось достаточно серьезному человеку, эксперту, обладающему способностью погружаться в глубокий гипноз, сомнобулической третьей степени по форели. Вот она-то и рассказала о пяти жизнях, называя имена, и даже пол. Из пяти жизней одна жизнь у этой женщины была жизнь мужчины. Рассказала эти пять жизней, чем она занималась, где она жила, какие были условия. Ту информацию, которой, в общем-то, она не обладала, находясь на его сознании полном. Только в гипнозе раскрепостилась генетическая память. Есть отдельные факты, которые мы можем видеть, но необходимы эти факты как-то обосновать. В этом заключается задача исследователя гипноза и, в данном случае, исследования реинкарнации. Природа человека не позволяет помнить свои предыдущие воплощения. Хотя некоторые специалисты уверяют, что от рождения до пяти лет ребенок помнит все. Маленькие дети рождаются с открытым этим каналом. То есть еще переходный момент. Когда, я вам говорил, когда душа выходит в тонкий план, она все знает, она все понимает. Где она сделала преступление, где она совершила какие-то поступки неправильные. Но она исправить в тонком плане не может. Потому что у нее нет механизма создания вихревых полей. Ей надо аппаратно войти в тело. А тело – это и есть механизм создания вихревых полей. И создать такие вихревые поля. И вот когда он переходит, рождается, родился ребеночек до трех-пяти лет, у него примерно еще вот это качество существует. Но его можно сохранить. Есть такие люди, которые сохраняют, и ребенок такой живет-живет и развитый, ясновидящий, что называется. Один из современных ученых, положивших жизнь на алтарь исследования реинкарнационных процессов, доктор медицинских наук, глава кафедры психиатрии и медицинского факультета университета Вирджинии, Ян Стивенсон. В течение 40 лет он исследовал детей, которые спонтанно вспоминали свои прошлые воплощения, называя имена, города и подробности жизни. В общей сложности Стивенсон описал 2,5 тысячи детских воспоминаний. Половину из них он смог объективно подтвердить. Из 2,5 тысяч детей, которых Стивенсон интервьюировал, в основном были дети из Азии, Индии, Востока, то есть из тех мест, где реинкарнация преподается и почитается, и является чем-то таким живым и настоящим. В европейских странах, где больше главенствует теория одноразовой жизни, такие воспоминания у детей блокируются и обществом, и родителями, и устоями, и религией. Но хочу заметить, что Стивенсон был именно академическим ученым. На многих сайтах и на его собственном сайте можно просмотреть много научной информации, научно доказанной и научно обоснованной. Действительно, европейское и азиатское представление о строении мира довольно сильно различается. Жители Востока с пиететом относятся к вечному колесу переуплощений. Они свято верят. Каждый твой шаг оставляет след не только на Земле, но и в других измерениях. Каждая твоя мысль материальна. Она может как возвысить своего Создателя, так и поглотить его. А законы кармы для них – это священные законы мироздания. Карма – это совокупность всех ваших действий, начиная от рождения вашей души. И душа во всех воплощениях набирает вот эту информацию. Так как она набирает хорошую, так же самое и плохую набирает. Для нас слово «карма» звучит как «кара» – наказание за плохие поступки. Но, оказывается, любую негативную карму можно исправить. И каждый из нас даже знает как, только не задумывается об этом. Муж обидел жену, он создал вихревое негативное поле, которое разместилось в душе жены. И она ходит как не своя, потому что она чувствует чужеродные вихревые поля. Но он потом говорит, ну ладно, прости меня, милая. Он создал другое вихревое поле. И это поле нейтрализовало то, и ей сразу как-то легче стало. Говорит, хорошо, милая, я тебя прощаю. Вот это и есть такая самая примитивная форма. Но лучше всего не нарабатывать негативных планов. Лучше всего узнать законы природы, законы тонкого плана и соблюдать их. Просить прощения и самому прощать – вот один из важнейших законов тонкого плана, который мы все прекрасно знаем с детства. Но почему-то не торопимся исполнять. Ведь в европейском сознании человек живет один раз. Тогда зачем думать о каких-то кармических последствиях? Для Востока реинкарнация – это уважительная вещь, к которой нужно относиться очень уважительно, трепетно и стараться сделать все для того, чтобы следующая жизнь была чище, мощнее и сильнее. Смотрите далее. Почему сакральные знания были признаны лженаукой? Я не хочу нагнетать такой кошмариков, нагнетать, но тайные хранители смотрят за тем, чтобы в наше общество не попало обезьяна с гранатой. Вспомнить все. Неужели мы храним в памяти информацию обо всех предыдущих воплощениях? Память человека такова, что он ничего не забывает. Если забывает о волне сознания, подсознание хранит все его минуты, часы, не годы жизни. Тайное оружие людей. Какая сила заключена в человеческой мысли? Все зависит от мысли. Как подумал, так и выздоровел. Не подумал, не выздоровел. Не нужен ты человек, если ты не думаешь. Если последователи восточных религий четко знают, что их ждет следующее воплощение, то европейцы и мусульмане уверены в другом. Согласно распространенным в этих странах верованиям, душа умершего человека больше никуда не переселяется, а попадает либо в рай, либо в ад. Все девять кругов ада подробно описал в своей божественной комедии итальянский поэт и мыслитель Данте Алигери. Раскаленное пламя, адский холод, вечные муки. Но разве может страдать от физической боли бессмертная и бестелесная душа? Ведь она переходит в духовный мир, где должны действовать иные законы. В религиях всего мира в том или ином виде присутствует семь смертных грехов. Уныние, похоть, чревоугодие, зависть, жадность, гордыня и гнев. Но если вдуматься, на всей планете вряд ли сыщется хоть один человек, который никогда не испытывал бы этих чувств. Так неужели все люди после смерти попадают в ад? Когда говорят, если себя плохо ведешь в этой жизни, попадешь в ад, я говорю, извините, вот земля, дальше некуда. Вот это и есть ад, чистилище здесь. Здесь и идет как раз разделение людей, да те, которые понимают смысл происходящего и кто не понимает. Когда говорят, высокодуховный, низкодуховный, я говорю, какой линейкой вы духовность эту меряете? Когда говорят вот эти сказки про ад и рай, я смотрю на этих людей, я говорю, ну, вы хотя бы Библию откройте и почитайте. Что там написано? Там же совершенно другая информация. Абсолютно. Как выглядит ад, мы примерно представляем себе из описания того же Данте Алигьери. Но как выглядит рай? Это место, к сожалению, толком не описано ни в одном источнике. Так может быть, все это выдумка? И нет ни ада, ни рая. Но что тогда есть там, после смерти? Душа, становясь бестелесной, она направлена в себя. И она начинает перебирать все эпизоды своей жизни и стараться что-то сделать лучше, попытаться. Но все уже пройдено, сделать ничего нельзя, и поэтому в этот момент включаются такие качества, как совесть, как понимание того, что ты сделал так или не так, как внутреннее ощущение любви, устроенности или неустроенности. И вот эти качества, они начинают либо поднимать человека, точнее душу, поднимать душу выше, либо наоборот опускать ее вниз. Совесть пробуждает самые жесткие, самые тяжелые качества, которые есть в человеке. Если бы нам включили ту совесть, которая включается после того, как человек уходит в мир иной, мы бы просто не смогли жить на этой планете. Неужели ад и рай – это всего лишь состояние души, которое осознает себя после физической смерти тела? Но что тогда есть душа? И бессмертна ли она? Сегодня кажется невероятным, но о вечной реинкарнации, как о способе развития и эволюции жизни, всего лишь век назад открыто говорили с научных трибун выдающиеся российские академики и ученые. Философ Николай Федоров развил и доказал собственную теорию воскрешения. В частности, методологию реинкарнации предков Федоров в подробностях изложил в своем труде философии общего дела. Мы готовы восторгаться всеми, там, Ньютонами, Колумбами, я не знаю, Джорданами Бруна, Галилеями, всеми восторгаться, только не замечать, что у нас в стране. Так вот, в нашей стране было такое движение «Русский космизм», куда входили действительно величайшие люди – Ферсман, Вернадский, Чижевский, Циолковский, Успенский, Барченко, Богданов. Много-много всяких людей, которые разрабатывали некий общий принцип существования общества в переходный период. Они разрабатывали в 20 веке, подразумевая переходный период, в который мы вошли в 21 веке. Открытия, объясняющие вечное существование тонкой материи, ее состояние и форм, были сделаны русскими учеными задолго до того, как этим вопросом стали заниматься институты Рокфеллера. Но все они были остановлены и словно убраны из общественного сознания чьей-то невидимой рукой. Циолковский не собирался летать в космос в железных банках. Он собирался летать в космос, переходя из измерения в измерение. Чижевский, знаменитая лампа Чижевского, тоже из русских космистов. Он разрабатывал совершенно другую теорию, как оздоровить среду. Вернацкий из тех же самых космических придумал теорию ноосферы. Ферстман разработал новую теорию управления обществом. Но они не должны были уйти в это общество. От них вреда было больше, чем пользы. Все это ушло в тину. То есть я не хочу нагнетой такой кошмариков нагнетать, но тайные хранители смотрят за тем, чтобы в наше общество не попало обезьяна с гранатой. Открывшиеся русским ученым знания были слишком глубоки для существующего общества. Непонятны большинству, неосознаны в полной мере. Они действительно могли привести человечество к гибели, если бы находились в открытом доступе. Но кто эти тайные хранители, которые скрыли знания до поры до времени? Об этом можно лишь догадываться и строить предположения. Рокфеллер, значит, у нас, он долго сопротивлялся. Шесть раз его меняли сердце, хранили его раза три за это время, за последние годы. И вдруг в этом году, тихо так, незаметно, он ушел в этом месяце. Ну вот то, что наука наша не допускает, лженаука, говорят об этом. Что вот собрались 12 человек, чуфырь-муфырь, что-то на кладбище поговорили при свете факелов. И вдруг человек раз, не помогло, что шесть сердец. До сих пор открытыми остаются вопросы. Удалось ли Рокфеллеру подчинить себе тайну реинкарнации? Насколько случайным был его уход? Или старейший богач Земли на самом деле продолжает жить? Процесс глобализации, запущенный в мире при активном участии Дэвида Рокфеллера, привел к тому, что число миллиардеров на планете значительно увеличилось. Однако еще быстрее на планете росло количество людей, не имеющих даже минимальных средств существования. В январе 2017 года благотворительная международная организация Oxfam представила очередной шокирующий доклад. Сверхбогатые люди, те, кого принято называть олигархами, составляют всего 1% населения Земли. При этом их совокупное состояние больше, чем богатство остальных 99%. Возможно, первый в мире обладатель состояния в триллион долларов появится в ближайшие 25 лет. О какой-то справедливости здесь говорить не приходится. Однако она заложена самим мирозданием. Даже самый богатый человек в мире неизбежно когда-нибудь умрет. Всех ли ждет следующее воплощение? И каким оно будет? Это во многом зависит от самого человека, его мыслей и поступков. Я наблюдал такие случаи, что, выходя из тела, душа просто растворялась. Просто в пространстве растворялась. Это особенно, когда человек несет очень много неправды, обмана. Люди, которые занимаются публичной какой-то идеологией и несут информацию, несоответствующую построению Вселенной или общества нашего человеческого. Но вот эти люди бывают, что они даже никуда не доходят. Их просто душа уже настолько, она идеологией испорчена и настолько искажение иметь, что она даже для реставрации непригодна. Она просто растворяется на мелкие вихревые поля. В поисках бессмертия были потрачены баснословные суммы. Но до сих пор науке так не удалось вычленить ген бессмертия и ликвидировать старение и болезни. А деньги сами по себе не имеют ни малейшей ценности в том мире, куда после смерти попадают души всех без исключения людей. Деньги и власть позволяют пользоваться, как и было тысячелетия назад, всем возможным инструментарием для того, чтобы из того, что мы называем сакральным, что мы называем паранормальным, что мы называем магическим, оккультным, выжить как можно более в сути, и выжить ее не из какого-то, наверное, просто академического, естественно, интереса, а выжить на то, чтобы с пользой, применять с пользой для себя. Именно поэтому основные силы исследовательских институтов, финансируемые кучкой миллиардеров, были брошены на исследование процессов реинкарнации. Смотрите далее. Карается забвением. Каждая ли душа бессмертна? Я наблюдал такие случаи, что, выходя из тела, душа просто растворялась на мелкие вихревые поля. Измерить и взвесить. Готова ли официальная наука признать паранормальные явления? Когда-нибудь научатся измерять все это и научатся доказывать. Но это все, я думаю, что в будущем будет. Сенсационное разоблачение. Владел ли Рокфеллер секретами африканских колдунов? Очень интересная возможность, да, когда одно тело человека изнашивается, каким-то образом перенести свое «я» в тело более молодое. Из анонимных источников стало известно, что одно из отделений института Рокфеллера занималось изучением практик африканских колдунов. Всегда существовали так называемые ловцы тел и те самые корыстные оккультисты, которые всегда стремились использовать сакральные знания для продления своей биологической жизни или хотя бы своей сознательной жизни, сохранения сознания любой ценой вместе со всем своим накопленным опытом как можно более долгое время, когда одно тело человека изнашивается, каким-то образом перенести свое «я» в тело более молодое, более подходящее для дальнейшей жизни. В мире действительно существуют тайные школы, утверждающие, что они владеют некими методами, когда «я» дряхлеющего олигарха может заменить собой «я» более молодого человека, стать своеобразным оккупантом нового здорового тела. Как они утверждают, эти методы передавались им из поколения в поколение многие тысячелетия из древности, а сейчас, будучи усиленными развитием, там, скажите, научных методик, естественно, так говорят, еще сильнее укрепились. На мой взгляд, все-таки нужно изначально иметь какие-то достаточно какие-то уникальные способности и своей психики, и свое тело, чтобы к чему-либо подобному приблизиться. Но, тем не менее, к этому такие тайные ордена, такие, назовем так, группы оккультные существуют. Пока остается загадкой, удалось ли богатейшему человеку планеты воспользоваться после смерти подобными услугами? Или его душа благополучно отошла в тонкий мир и сейчас находится в процессе реинкарнации? Знания, которые, естественно, самые передовые, используются этими людьми для продления их жизни, они впоследствии будут использоваться также и более широкими массами. Потому что, по большому счету, ни один метод научный, ни одну технологию нельзя скрывать вечно. Рано или поздно происходит утечка. И вот эти старики-мультимиллиардеры, они и оплачивают, и формируют заказ на эти исследования. Потому что, если бы не было их, никто бы эти исследования не проводил. Все больше ученых во всем мире так или иначе приближаются к расшифровке великой загадки природы, тайны нашего рождения и смерти, и устройства миропорядка Вселенной. Каждая душа – это маленькая частичка, энергетическая частичка космоса. И она должна сэволюционировать. Наша задача в человеческом образе, когда душа живет, развивается в человеке, это познать законы природы и научиться ими управлять. Чтобы потом наша душа, уже познав эти законы и приобретя навык управления этими законами, могла бы становиться в роль творца. Поэтому нам и говорят, что в каждом человеке есть частичка Бога. Вот эта частичка Бога и есть наша душа. Тонкий план. Начиная с конца 20 века, реинкарнацию перестали яростно отвергать даже представители академической фундаментальной науки. И действительно, зачем искать доказательства вечной жизни души, если процессы перехода энергии из одного состояния в другое происходят буквально на наших глазах постоянно? Академия, вскипевшая вода в чайнике испарилась. Она исчезла? Нет, превратилась в пар. Этот процесс мы все изучали еще в школе. Тот самый круговорот воды в природе. Закон, согласно которому грязь под ногами и радуга на небосклоне, это явление одного порядка. Возьмем ДНК, даже пусть то, которое понимает ортодоксальная наука. Но ведь ДНК у всех одинаково, у всего живого. Вот углеродная форма жизни, считайте, у всех одна и та же ДНК. Мы живые, мы не понимаем, деревья разумные. И даже вот исторический факт по делу о фикусе. Когда фикус показал на убийцу хозяина своего, то есть он отреагировал, он дал эмоциональный всплеск, выброс. Он показал, что вот именно этот человек. Поэтому, когда говорят, создан по образу, да это все мироздание создано. Оно одно, единое, целое, и мы часть этого мироздания. Каждый год мы наблюдаем процесс реинкарнации в природе. Четыре времени года сменяют друг друга с завидным постоянством. Рождение нового – это весна. Зрелость – лето, старость – осень, смерть – зима. Но за каждой зимой непременно приходит весна. А человек – самая важная составляющая всего обменного процесса. Родиться человеком – высшая награда мироздания. Уникальный шанс, который дан каждому из нас, чтобы сделать окружающий мир лучше и совершеннее.